Фильм, который вы сейчас увидите, это история трагедии, которая случилась с пятью молодыми людьми, включая Салли Хардости и её брата-инвалида по имени Фрэнклин. Приятная летняя поездка на автомобиле превратилась для них в настоящий кошмар. События этого дня привели к раскрытию одного из самых загадочных преступлений в аналах американской истории — техасской резни бензопилой. Франшиза «Техасская резня бензопилой» насчитывает уже девять фильмов ужасов. Но в хронологии событий и последовательности частей довольно сложно разобраться. Ну, хотя бы потому, что после выхода оригинальной ленты Тоба Хупера в 1974 году хорошим тоном среди последователей было игнорирование всевозможных сиквелов, а также попытки продолжить или перезапустить цикл с нуля. Если вам интересно, в каком порядке нужно смотреть техасскую резню бензопилой, тогда моё видео вам в помощь. Для начала нужно определиться с хронологией основной классической серии «Техасская резня бензопилой», начало которой положил слэшер 1974 года режиссёра Тоба Хупера, известного хоррор-мейкера всех времён. Тоб — автор таких культовых картин, как «Полтергейст», «Салемские вампиры», «Давилка» и многих других фильмов ужасов. Если брать за основу именно цикл Тоба Хупера, то он насчитывает всего два фильма — «Техасская резня бензопилой» 1974 года и «Техасская резня бензопилой 2» 1986 года. Кстати, интересный факт. Прототипом маньяка «Кожаное лицо» стал реальный психопат Эд Гейн, американский серийный убийца, некрофил и похититель трупов. Ссылку на статью о нём в Википедии оставлю в описании. Третью часть «Техасская резня бензопилой 3. Кожаное лицо» 1989 года. Фанаты саги зачастую игнорируют, потому что она рушит канон первых двух частей. И не только игнорируют события второй части, снятые тем же Хупером, но и вступают с ней в идейный конфликт, используя отдельные общие наработки. Например, условная третья часть утверждает, что Салли на самом деле умерла в больнице или частной клинике. Зависит от перевода. А серийного убийцу «Кожаное лицо» полиция так и не поймала. «Мисс Хардости» единственная пережила ту ночь ужаса. Она скончалась в частном лечебном заведении в 1977 году. Если кожаного лица не существовало в действительности, то Салли Хардости может, по крайней мере, покоиться в мире. Если же кожаное лицо существовало, то он остался на свободе, и так называемая «Техасская резня бензопилой» была только началом. Хотя, как по мне, Триквел получился вполне годным ужастиком, как по динамике, так и по качеству практических эффектов. Я даже могу рекомендовать его к просмотру. И учитывая тот факт, что спустя 9 фильмов создателям так и не удалось выстроить стройной вселенной техасской резни с четкой предысторией, игнорирование этой части считаю незаслуженным. Чего не скажешь о четвертой части. Сложно советовать просмотр четвертую часть «Техасская резня бензопилой 4. Новое поколение» 1994 года, если только в рамках знакомства со всей фильмографией резни. Во-первых, фильм ужасов побывал в прокате несколько раз под разными названиями и все время проваливался. Во-вторых, его переснимали и доснимали. И в-третьих, он также игнорирует события всех фильмов серии, кроме оригинала Хупера, но и с ним вступает противоречие. Например, семейку безумцев переименовали, Сойеры превратились в Слоттеров, заодно изменился и состав семейства злодеев. Причем создатели ленты настолько хотели снять успешный фильм ужасов, что в процессе превратили его в пародию на всю серию Разум. Не спасает кино даже присутствие таких актеров, как Мэтью МакКонахи и Рене Зельвегер. Эта картина стала последней их работой перед получением статусов звезд мейнстримного кино. Следующие два года стали для актеров прорывом в Голливуде. МакКонахи, конечно, старался, его актерская игра – это единственное, на что можно посмотреть в этом фильме. Позволь задать тебе один вопрос. Тебе уже весело? О боже! Потому что я обещаю тебе, я обещаю тебе, что мы с тобой повеселимся. Кроме того, Уильям Хупер, сын Тоба Хупера, снял фильм ужасов «Американская резня», который должен был стать одновременно приквелом всей серии и его же официальной третьей частью. Но, несмотря на то, что съемки хоррора завершились еще в 2000 году, он так и никогда и не был закончен, из-за отсутствия необходимого бюджета. В 2003 году кинокомпания New Line Cinema выпустила полновесный ремейк «Техасской резни бензопилой», события которого также происходили в 1973 году. Причем дебютный фильм ужасов Маркуса Ниспелла неожиданно понравился критикам и зрителям и стал хитом. А вот приквел к нему «Техасская резня бензопилой начала», снятый в 2006 году, подобной славы не снискал. Хотя рассказывал о становлении главного злодея цикла. Как вы понимаете, ремейк и его приквел можно смотреть в отрыве от оригинала и всей серии. Несмотря на множество заимствований и отсылок, у студии Майкла Бэя получились самостоятельные и очень добротные ужастики. Но студии никак не могли остановиться, поэтому в 2013 году на волне успеха трехмерного кино вышла «Техасская резня бензопилой 3D» – очередное прямое продолжение культового фильма ужасов 1974 года, которое старательно игнорировало все предыдущие сиквелы. И ремейки тоже. Несмотря на попытку вдохнуть в сагу новую жизнь, хоррор получился настолько вторичным и унылым, что моментально выпал из памяти поклонников, несмотря на старания и большие глаза актрисы Александры Дадарио. Это я! Я Хэзер! Твоя кузина! Это я! Я Хэзер! Слышишь, я Хэзер! Ну а в 2017 году в прокат вышла «Техасская резня бензопилой. Кожаное лицо», снятая тандемом французских режиссеров «Новой волны» Александром Бустилио и Жульеном Мори, ответственных за создание культовых «Месть нерожденному» и «Мертвенно бледный». Топ Хупер, режиссер оригинального фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 года, выступил в качестве исполнительного продюсера, и это последний его фильм в этом качестве. Приквел в очередной раз старательно игнорировал все творческое наследие цикла и выдавал себя за каноничную предысторию картины 1974 года. Но история про появление и становление серийного убийцы мало кого заинтересовала, хотя зрительский рейтинг у него немного выше техасской резни 3D. Как вы уже догадались, новая техасская резня бензопилой 2022 года от Netflix в очередной раз игнорирует всевозможные сиквелы, приквелы и ремейки, и считается официальным продолжением страшного творения Тоба Хупера. Правда, в нескольких интервью продюсер Федерико Альварес, успешно перезагрузивший в 2013 году «Зловещих мертвецов», утверждал, что фильм все же иногда позволяет себе цитировать разные сиквелы, в том числе неудачные. Но дальше от ссылок и пасхалок для фанатов дело не пошло. И теперь давайте вместе ответим на вопрос, как и в каком порядке смотреть фильмы серии «Техасская резня бензопилой». Если вас интересует оригинал, то смотреть хорроры цикла стоит таких вариантов. «Техасская резня бензопилой» 1974 года и «Техасская резня бензопилой-2». Или «Техасская резня бензопилой» 1974 года и «Техасская резня бензопилой-3D». Или «Техасская резня бензопилой-кожаное лицо» плюс «Техасская резня бензопилой» 1974 года и «Техасская резня бензопилой-2». Ну а после премьеры хоррора от Netflix, основным вариантом станет, наверное, «Техасская резня бензопилой» 1974 года плюс «Техасская резня бензопилой» 2022 года. Потому что в новой части вернется главная героиня оригинального фильма. Ну а если вам не особо интересен скучноватый первоисточник, то для вас идеальным вариантом станет комбинация «Техасская резня бензопилой» 2003 года плюс «Техасская резня бензопилой» начала. Или наоборот, в зависимости от вашей любви к линейной и нелинейной хронологии. Ну и собственно не забываем про третью часть серии, о достоинствах которой я упомянул выше, которая, к сожалению, стоит особняком от всего цикла. Спасибо за внимание, смотрите хорошее кино, ну а плохое я посмотрю за вас.